Всем привет, друзья, и снова с вами Паша Фриман, и сегодняшнее видео будет немного грустным. Как вы уже знаете, я с моей девушкой Сашулькой съездили в приют для животных Лохватая Душа, которая находится в городе Чехов. Мы собирались ехать туда еще в прошлом году, тогда, собственно, я и провел два благотворительных стрима, средства с которых отложил для приюта. И целый год, к сожалению, у нас не получалось выехать туда. То у Сашки учеба, то у меня, короче, дела, в общем, не получалось. И вот в этом году я провел еще один стрим, и нам удалось туда, наконец-таки, выдвинуться. Идея была Сашкина, в какой приют нам поехать, так как ее мама достаточно долго поддерживает приют Лохватую Душу, и выбор пал, собственно, на него. Тем более, с учетом того, что они недавно переехали на новое место, а зимой у них случился, к сожалению, пожар, в нем погибли животные, а также был потерян довольно большой запас корма. Они до сих пор не оправились, ребят, поэтому, собственно, мы его и выбрали. Ездили мы два раза. Первый раз при хорошей погоде, и второй раз нам не повезло. Был дождь и довольно грязно, поэтому на кадрах вы можете увидеть, что мы ходим запачканными там. Поэтому, когда вы туда поедете в плохую погоду, советую одеться, учитывая этот факт. Суммарно мы потратили 33 604 рубля 25 копеек, из которых 20,5 тысяч было собрано зрителями канала. Остальное было от нас с Сашулькой и ее родителей. Хочу поблагодарить всех, кто скидывался и помогал. У вас очень добрые сердца, друзья, спасибо вам огромное за это. Первый раз мы привезли 140 килограмм сухого корма. И так как мы предварительно позвонили узнать, что же требуется приюту, нам сказали, что сейчас у собачьей голод, и желательно приехать в этот же день с кормом. Максимально хотя бы дешевым, максимальный объем. Мы с Сашкой решили сорваться и помочь нашим братьям меньшим. Купили то, что было в ближайшем зоомагазине, и выдвинулись в путь. Да, можно было купить дешевле, больше, но выбирать было нечего, друзья. Мы выдвинулись довольно поздно, и плюс мы были в видном, там особо так не разгуляющийся, скажем так. Поэтому привезли то, что смогли. Во второй раз мы привезли немного кормы еще, около 60 килограмм. И плавленных сырочков в качестве вкусняшек для собак. Также взяли еще несколько игрушек для щенков. Сашка покупала. Первое впечатление после приезда ребят просто непередаваемое. Около полутора тысяч собак и около 100 кошек. Все эти грустные глазки и радостные хвосты, почти каждая собачка бежала к нам и прыгала от радости. Кто-то приехал к ним, сразу облизывали руки, кто-то просто хотел, чтобы его погладили. В общем, собачкам очень не хватает внимания, друзья. Помимо внимания, конечно же, им не хватает еды. Никакой агрессии, ребят, не было. Только добро и теплота настоящего друга, которого предал человек. А теперь им предстоит, к сожалению, жить в таких условиях, в которые они попали. Тереза просто разрывалась и накатывала слеза, ребят, честно говоря, от увиденного. Это было просто очень тяжело. Я призываю всех неравнодушных приехать в этот приют и увидеть это собственными глазами. Заодно помочь кто чем может. Соответственно, как вы можете помочь? Это, ребят, естественно, корм, финансовая помощь, волонтерская поддержка. То есть выгулить собачку, просто туда прийти, помочь корм, там, разложить по мискам. И еще какая-либо поддержка такая в таком вот роде. Старую одежду, которую вы хотели выкинуть, привозите. Лекарства для животных, капли от блох, старенькие игрушки, сухие полотенца, пеленки, стройматериалы. И, ребят, самая немаловажная информационная поддержка. Так как нужен максимальный репост, ребят. Расскажите друзьям, может у вас кто-то из знакомых состоятельный есть или в высших кругах человек, который может помочь найти спонсора или стать, может быть, им. Так как масштаб проблем просто огромен и без такой поддержки, ребят, просто не обойтись приюту. Также каждый из вас может помочь небольшой суммой, например, 50 рублей в месяц. Знаю, что это звучит как бы глупо, но, ребят, послушайте вот то, что я вам скажу. Если каждый подписчик канала скинется по такой ничтожной сумме, на доброе дело, и будет помогать на постоянной основе. 36 тысяч подписчиков по 50 рублей в месяц, это 1,8 миллиона рублей постоянной помощи для приюта. Этого точно хватит как минимум на то, чтобы просто прокормить всех этих голодных животных. Но так как мы с вами маленький такой коллектив, мы реально можем помочь своей массой. Я же, в свою очередь, от своего лица и лица канала буду каждый месяц отправлять финансовую помощь. Да, может быть, там не очень будет много выходить, но, тем не менее, я буду это делать постоянно. Самое главное, ребят, делать это постоянно и максимальным количеством народа. Что же касается нас с Сашкой, то мы при первой же возможности возьмем себе собачку из этого приюта, как только у нас наладится с жильем. Потому что я живу отдельно, Сашка живет отдельно, мне, например, некуда сейчас собачку брать, а у Сашки их и так две. Просто у нас сейчас нет такой возможности, и как только у нас появится, мы сразу же это сделаем. И, разумеется, обязательно снимем это все на видео, вам покажем, может быть, даже кого-то замотивируем. Все контакты приюта будут в описании. Сайт, социальные сети, реквизиты, куда можно скинуть финансовую помощь. В общем, все, что нужно, чтобы помочь приюту лохватая душа. Приезжайте, дорогие мои подписчики, делайте доброе дело. Это не так сложно, как кажется, на первый взгляд. Также вы можете прислать посылкой, может быть, лекарства какие-нибудь, либо какую-нибудь другую помощь. Можете присылать на почту им, они получают это все, как бы это все можно передать. Да, если вы, например, в регионе живете. Ну и под конец я представляю вам человека, который уже 17 лет занимается приютом. Который организовал это все, собрал вокруг себя неравнодушных людей, поддерживает жизнедеятельность и работу этого самого приюта. Валентина Анатольевна Силич. Друзья, здравствуйте. Вас приветствует лохматая душа. Дорогие мои, сегодня я хотела бы поговорить с вами о том, что нам жизненно необходимо. Приют переехал. Эту самую огромную беду мы с вами смогли пережить и смогли как бы что-то сделать. Но, ребята, очень много недостроенного, очень много недоубранного. И самое страшное то, что все силы были потрачены на переезд, а вот с кормами и с долгами мы так и не смогли рассчитаться. Ребята, у нас огромные долги. Долги по корму, долги по клиникам. Мы не можем сейчас оперировать собак, потому что врачи уже не в состоянии нам помогать и делать все это в долг. Я прошу вас, пожалуйста, помогите нам. Чем вы можете нам помочь? Кто-то может переводить деньги. Это самое главное. И это у нас уходит на животных. Вы можете приехать и убедиться в этом. У нас нормальные, хорошие условия. Животные ухоженные. Но очень часто малыши болеют. Приходят к нам уже больными. Приходят малыши истощенные, особенно если мы им даем первую глистогонку. Это кровавый понос. Почти у всех. Это бич любого приюта. И об этом скажет любой приют. Друзья, сейчас вот такая дождливая, плохая погода. Нам не хватает железа. Нам не хватает столбов и перемычек. Нам не хватает досок. Не хватает, друзья. Катистрафически просто не хватает. Потому что настроить мы настроили. Быстро перевезли. А теперь надо создать хоть маломальски удобные условия. Я прошу вас, мои хорошие. Не оставляйте нас. Поддержите нас дальше. Помогите. Чем вы еще можете помочь? Нам очень нужны сейчас капли от блог. Середина лета. Ребята, капли от блог просто страшно нужны. Но. Одно но. Берешь дешевые капли. Рублей за 100, за 150. Их хватает от силы на месяц. А потом мы опять тратим 100 рублей. И опять тратим. Ребята, лучше сразу, один раз взять адвокат, инспектор, стронгхолд. Но с самой большой дозировки. Если вы это возьмете, хоть по одной капсуле. Ребята, одна капсула рассчитана на 40-60 килограмм. Я могу этой капсулой, набрав ее в 30, разделить на щенят на маленьких. Ребята, я вас очень прошу. Нам очень, очень нужны именно эти лекарства. Капли от блог. Корм, капли, материалы. Ребята, мы не просим денег. Можете нам привезти корм, мы будем рады. Поклонимся вам в поезд. Ребята, можете привезти нам медикаменты. Привозите. Мы, понимаете, ваше присутствие здесь в приюте, оно необходимо. Вы собственными глазами увидите, что у нас происходит. Оцените. И я думаю, у вас изменится отношение к нам. Я прошу вас, приезжайте. Приезжайте, чем больше, тем лучше. Приезжайте, знакомьтесь с нами. И, возможно, вы сможете нам помочь информационно. У нас очень много малышей, их надо пристраивать. И мы просим вас, пожалуйста, друзья, я прошу вас, помогите нам с пиаром. Кто может уделить 2-3 часа в день, именно помогая нам пиарить животных? Кто может помогать нам, проверяя семьи, которые предлагают свои услуги, чтобы взять животное? Прошу вас, мои хорошие, это очень важно. Я прошу вас. Плюс к нам сегодня приехал Павел, блогер, и Александра. Это они сейчас снимают и делают этот ролик. Плюс они привезли нам и продукты для малышей, вкусняшки. Они привезли сырки для них очень хорошие, вкусные. Малыши очень их любят, когда вот заходишь в вольер, с ними играешь, по кусочку даешь. Это то, что надо, то, что их притягивает к тебе. Они ощущают внимание, и в то же время им вкусно. Ребята, ребята привезли нам еще и корм. Я благодарю их, ребят, от всего сердца. Саша, Павел, спасибо вам огромное, ребят. Доброго вам здоровья. И приглашайте ваших друзей, приглашайте всех к нам в гости, побольше. Приезжайте, ребята. Это маленький мир, животный. Понимаете, и здесь мы, мы с вами, мы же можем такое сотворить. Было бы только желание. Нет такого слова, ой, я не могу. Нет, ребята, есть слово, не хочу. Вот и спросите себя сами, хотите вы помочь или нет. Слово «не могу» не говорите, потому что каждый из нас может. Может, захотел бы только. Спасибо вам. Я жду вас. Музыка «Музыка» Музыка «Музыка» Музыка «Музыка» Музыка «Музыка»